Привет, друзья! Сегодня я покажу один эксперимент с эпоксидной смолой и заодно изготовлю полезный инструмент. Решил я использовать необычный наполнитель для эпоксидной смолы, а именно пробку. Для начала перетрем ее в порошок. Очень интересно, запах при перетирании очень стойкий и, как мне сказали, очень напоминает духи красный мак. Я буду изготавливать шиво на основе вот такого вот сверла по бетону, китайского производства. Отрезаем наконечник, он нам не пригодится. Придаем сверу необходимую форму. Стачивать его необходимо аккуратно. Время от времени опускаю в воду, чтобы остудить, так как если вы его перегреете, оно потеряет свою закалку, а это нам совсем ни к чему. Продолжение следует... Замеряем хвостовик. В качестве колпачка я использую вот такую вот латунную заглушку, которую я предварительно накернил. Делаем отверстие соответствующего диаметра. И теперь придаем нашему колпачку необходимую форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В форму под ручку я собрал из вот такого вот яйца, в котором была детская игрушка, и верхней части пластиковой бутылки. Для того, чтобы наша заготовка легко отошла от формы, смазываем ее тщательно солидовым. Продолжение следует... Продолжение следует... Проклеиваем все щели и для лучшей надежности обмотаем еще изолентой. Продолжение следует... Теперь закрепляем колпачок на шили. Продолжение следует... 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 Разводим эпоксидную смолу 10 к 1. Тщательно перемешиваем два компонента и добавляем пробковый порошок. Я сделал сильно густой раствор и для лучшей усадки периодически постукивал дном формы о твердую поверхность. Помните детскую сказку про горшочек? Вот вам наглядный пример, хотя я заполнил форму только до колпачка, пробка разбухла и состав заполнил всю форму, к тому же я добавил отвердитель чуть чуть больше необходимого всего лишь на 1 грамм. И состав у меня начал сильно нагреваться, что привело к тому, что клей потек, так что лучший вариант для заделки щелей это все же силикон, благо у меня раствор был густой, так бы все вытекло наружу. Форма отошла благодаря солидолу довольно таки легко, но стачивать мне придется наверное половину. Зря я полировал копачок конечно. Ничего, отполирую еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для блеска я намазал рукоятку машином маслом, вот еще одного же, из-за густоты состава остались пузыри, которые превратились вот в такие вот углубления. Материал на ощупь очень приятный, больше на камень похож мне кажется. В принципе нормально, всегда приятно работать инструментом сделанным своими руками. Ну а на сегодня все друзья, лучшая благодарность автору за его труд это лайк под этим видео. До новых встреч, здоровья вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok